Недавно к нам переехал на этаж парень. Мы звали его Джофф. Кабинет, который ему достался очень долго стоял пустым и считался одним из самых ценных кабинетов в нашей корпорации. Много кто хотел занять этот кабинет, но Боб, наш начальник не разрешал. И так получилось, что этот кабинет занял Джофф со своей коллекцией футбольных принадлежностей и плакат с подписью Жан-Клод Ван Дамма. Он даже ходил в туалет для руководства и секретарша босса делала ему кофе. Как же ему удалось это сделать? Оказалось очень просто. Джофф разработал стратегию и следовал ей. Он делал все, чтобы как можно чаще появляться на нашем этаже. Пытался соответствовать нашему уровню, проводил здесь встречи. У Джоффа были очень хорошие отношения с Бобом. Умело воспользовавшись ситуацией, без сторонней помощи он попытался заполучил знаменитый кабинет. В чем босс не смог ему отказать. Утром следующего дня он занял кабинет. Жизнь несправедлива. Привыкайте, говорил Билл Гейтс. Вы до сих пор думаете, что лояльное отношение и неплохая работа будет достаточно для того, чтобы на вас обратили внимание и помогли вам продвинуться по карьерной лестнице. Но так почему же у вас это не получается? Все дело в отсутствии стратегии. Именно из мелочей состоит наша работа, которая поможет стремительному подъему. Вот несколько советов. Привыкайте быть строгими и когда нужно льстивыми. 1. Зарабатывай очки. В юном возрасте я хватался за любую работу, от которой многие отказывались или хотели спихнуть ее на кого-то другого. Вскоре я начал общаться с людьми, которые по карьерному росту выше, чем я. Как это у меня получилось? Я делал много работы для них. Им это очень нравится. 2. Бери пример с больших. Джобс умел правильно пользоваться людьми. О Стиве Джобсе есть биография написана Уолтером Айзексоном, которая говорит о том, что он любил ставить между собой людей и достиг с их помощью высоких целей. И это работает, и у тебя это обязательно получится. 3. Измени хоть что-нибудь. Нужно обязательно что-то менять для того, чтобы чего-то добиться. Нельзя сидеть на одном месте и за одним и тем же столом. Нужны знакомства с влиятельными людьми, которые могут вам либо в чем помочь, даже просто познакомиться с еще влиятельней человеком. Не бойся кардинально менять свою жизнь, ведь как говорят, что не делается, то делается к лучшему. Стив смог добиться своего успеха и ты сможешь. Покажи на что ты способен, не бойся показать, что ты лучше кого-то. Босс обязательно это оценит, но главное не перестараться и не превзойти начальство. 4. Уничтожь одного соперника. Подумай о том, сколько у тебя конкурентов, или ты считаешь, что у тебя их нет, оглянись вокруг, и ты поймешь, что на самом деле очень много людей хотели бы занять твое место. Многие часто говорят, что готовы идти по головах ради своей карьеры, ты можешь делать так же. Будь смелым и не слушай, что говорят окружающие, они могут просто тебе завидовать. Подружись с боссом, войди к нему в доверие, делай вместо него какую-то работу. Тогда он начнет больше тебя ценить и понимать, что ты очень ценный работник. Тогда тебя легко может ждать повышение или большое влияние на твоих сотрудников. 5. Тусуйся. Старайся как можно чаще общаться с людьми выше тебя по званию, это может быть корпоратив или простой сбор в бар после работы, конференции. В общем, пытайся как можно чаще общаться со своим боссом на нейтральной территории. Это в много раз улучшит ваше положение на работе. Но нужно знать меру в общении, нельзя говорить ничего лишнего, а то это может повлиять очень плохо на работу. Не бойтесь предлагать что-то новое в работе, рассказать свои идеи, возможно ему что-то понравится и он захочет воспользоваться этой идеей и вас будет ждать премия или же даже повышение. 6. Расширяй свой круг. Очень хорошо может тебе помочь общение с сотрудниками разных отделов. Так ты сможешь обеспечить себе поддержку многих людей, которые работают с тобой. Но не забывай, что их нужно уважать, слушать и поддерживать, тогда ты точно обеспечишь себе понимание и поддержку. Также можно просить их о помощи той работы, которую ты не можешь сделать или просто не хочешь. 7. Выгляди лучше. Нужно обращать внимание на внешний вид. Если посмотреть на людей, которые застряли на начале карьерной лестницы, то они будут неопрятные и полные, а успешные люди всегда ухожены и хорошо одеты. Обращай на это внимание, это очень важно. 8. Придумай новую должность. Начальство тобой довольно, но не может дать тебе повышение, потому что нет свободных вакансий. Уговори его придумать какое-то новое звание, даже не обязательно с повышением зарплаты. Главное, что новое звание тебе дали. Это поможет твоему подсознанию стремиться к лучшему результату. 9. Создавай проблемы. Представь себе, что ты можешь управлять своим положением. К примеру, у нас на работе в соседнем отделе работает парень достаточно влиятельный, который периодически пугает нас, что в нашей компании может наступить кризис и он знает, как можно выйти с него, он сам подчеркивает свою значимость в фирме. 10. Ставь себе сроки. Стремись к лучшему, подчеркивай свою значимость, становись влиятельным, тогда ты точно сможешь стать как Стив Джобс и даже превзойти его. Не бойся высказывать свои идеи окружающим, покажи всем, что ты можешь быть лидером, а не каким-то простым офисным работником.